МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. И у нас в студии сегодня соучредитель Центра робототехники во Владивостоке Дмитрий Алексеев. Здравствуйте. И одна из победителей Олимпиады в Казани Анфиса Богданенко. Здравствуйте. Здравствуй, Анфиса. Я знаю, что Дмитрий у нас в студии не в первый раз. Анфиса впервые. Я очень рада вас видеть. И, наверное, первый свой вопрос я адресую Дмитрию. Расскажите, пожалуйста, как проходила сама Олимпиада в Казани? Кто из ребят представлял Приморский край? Ведь если показали такие высокие результаты, значит, команда была действительно сильная. Да, у нас сильная команда. И я думаю, что и дальше мы будем выступать еще сильнее. Мне хочется верить, что здесь будет применима аналогия. Как знаете, в футболе, про футбол говорят, что футбол – это игра, где играют 22 человека, а побеждают немцы. Вот робототехника спортивная, я думаю, что теперь будет, можно по ней будет сказать, что это мероприятие, в котором занимается вся страна. Считается, что по отборочным соревнованиям, которые проходят по всей стране, участвуют примерно 1200 команд. Потому что есть еще оригинальные этапы, вот у нас тоже был прямой оригинальный этап. Так вот, участвуют 1200 команд, а побеждают команды из Владивостока. Поэтому я думаю, что теперь всем российским робототехникам будет достаточно сложная задача составить конкуренцию нашим приморским ребятам. Потому что так же, как и немецкие футболисты, немецкий футбол мы ставим на то, чтобы сделать мощную систему подготовки, которая бы участвовала, было вовлечено большое количество детей. И у нас как раз Центр развития робототехники, как раз его основная задача, популяризация этого вида технического творчества. Здесь больше даже задача, может быть, даже образовательная, а спортивные задачи, они как бы вторичны, чтобы люди, ну просто дети могли соизмерить, насколько они хорошо преуспели в этом виде творчества относительно остальных. И, в общем-то, система подготовки и работы с детьми потихонечку дает свой результат. Конечно, как и в футболе, это спорт, и здесь есть элемент везения и, так сказать, спортивной удачи. Наверное, нам немножко повезло, но везет обычно тем, кто хорошо тренируется и занимается. Это требует очень большой собранности и, так вы знаете, самодисциплины, настойчивости для того, чтобы добиться результатов. То есть, в принципе, уровень соревнований в России уже очень хороший. И так просто без серьезной подготовки, конечно, показать какой-то результат очень сложно. А по какому принципу вы отбирались участники на Олимпиаду? У нас проходит региональный этап Олимпиады робототехнической. Он у нас проходил в апреле в ДВФУ. У нас было такое достаточно большое мероприятие, и туда съезжаются команды. Сейчас уже достаточно много их в Приморье. Где-то около 50 команд съезжалось. Часть из них готовит Центр развития робототехники наш. Соответственно, мы перед тем, чтобы выставлять команды на это соревнование, еще проводим внутренние соревнования внутри нашего Центра развития робототехники. Потому что, в принципе, у нас детей занимается много. И талантливых детей, которых действительно можно смело посылать на какие-то значимые соревнования, у нас существенно больше, чем мы можем послать. Потому что все равно есть региональные квоты, мы можем послать в каждой категории по одной команде. Если бы мы послали больше, то медалей было бы у нас больше. Детей много сильных. А потом, после этой олимпиады региональной, которая проходит в апреле, мы проводим в мае региональные сборы, где тех ребят, которые на олимпиаде показали какие-то результаты, более-менее, мы собираем еще отдельно с ними. Занимаемся, тренируем. У нас достаточно хороший сейчас сформировался уже тренерский коллектив. И по результатам этих отборов самые лучшие команды, которые показали себя со всех лучших сторон, у них наиболее стабильные роботы, и они могут уверенно решать дополнительные сложные задания, которые придумываются, те посылаются на олимпиаду, соответственно, в Казань, в Иннополис. Тогда, я думаю, сразу стоит спросить Анфису. Анфиса, ты, наверное, готовилась до этого очень-очень хорошо для того, чтобы занять одно из призовых мест, стать победителем в Олимпиаде. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от Олимпиады и о своей подготовке к ней. Ну, готовиться всегда начинаешь очень задолго. Анфиса, где-то начинает приглашать и формировать самые большие команды. Ну, не команда, точнее, а сформировать команды, в принципе, начинает Центр развития робототехники, где-то еще зимой, в начале зимы. И тогда дети начинают тренироваться и, в принципе, готовят свою первую модель робота, самую первую версию программы. И тогда уже после этого проходится отбор, отсеиваются самые сильные команды, которые, как уже сказал Дмитрий Юрьевич, которые попадут на городские соревнования. И все это время постоянно проходят тренировки. Во время учебного года, конечно же, тренироваться так много, как летом можно, ну, никак не получится. И приходилось, ну, просто после уроков, когда заканчивается школа, приходишь в Центр и проводишь там минимум часа четыре. Ну, самая маленькая тренировка вообще, в принципе, была три часа, но с этого года увеличили среднюю тренировку на четыре. Но на самом деле, чтобы добиться результатов каких-то, нужно ходить больше, чем, в принципе, ну, в принципе, есть какое-то стандартное количество тренировок, сколько ты должен протренироваться, чтобы, в принципе, попасть, ну, на отбор. Но на самом деле, если ты хочешь чего-то добиться, нужно ходить сверх. И я так и делала. Как бы, чем ближе я была к соревнованиям, тем чаще я ходила. Ходила буквально каждый день. А сейчас, когда наступило лето, ну, уже после того, как я прошла отбор на всероссийские соревнования, я вообще, в принципе, хожу каждый день и нахожусь там с утра до вечера. С учебой получается совмещать? Ну, да, получается совмещать. Получается совмещать с учебой. В принципе, весьма хорошо. Ну, с оценками в школе тоже все неплохо. А какая была тема у Олимпиады? Я, насколько знаю, нужно было придумать робота, который как-то бы помог улучшить городскую среду. Конечно, это основная тема Олимпиады, но все-таки у каждой возрастной категории, у каждой группы, в принципе, разные задания. Все задания, ну, как это можно представить, как проект. Каждая команда создает своего робота и предлагает свою идею решения какой-то из проблем. Но это все, конечно же, стилизовано, используя конструктор Lego и другие элементы. И с их помощью можно как бы моделировать реальную ситуацию. Так что, в принципе, тех роботов, которых мы сдаем сейчас, можно и использовать как проектную деятельность. Но на самом деле это больше все-таки касается соревновательной робототехники. Если мы говорим про проекты, то стоит обратиться уже к творческой категории, там, где действительно основная цель, ребят, это подготовить какого-то проектного робота без ограничений в деталях или размерах робота, а также программного обеспечения. Какого ты придумала робота? Я участвую в средней основной категории и очень сложно сказать, какого робота я придумала, потому что так это даже двумя словами не объяснишь. Ну, у нас задача весьма масштабная. Если сравнивать с предыдущим годом, наверное, она даже чуть-чуть посложнее. Хотя, с одной стороны, она сложнее, с другой проще. Ну, в этом году мы должны собрать цветные индикаторы, это кубики Лего 2х2, собрать цветные индикаторы и понять, в какие зоны высадки нужно посадить какие деревья. Мы должны понять, в каких зонах высадки слишком высокое загрязнение, и мы должны туда посадить деревья определенных цветов. И в этом заключается основная суть и легенда нашего задания. То есть ваши роботы должны были помочь благоустроить ландшафт городской? Ну, можно и так сказать. Сажать деревья. Сажать деревья. Ну, и также поставлять солнечные панели. А какие задания были на Олимпиаде? То есть были ли они сложнее, чем на подготовке? Чувствовалась ли разница, что я не знаю где-то ответ на вопрос, или вот здесь я точно смогу что-то создать, то, что соответствует задания? Опять же, довольно очень странный вопрос, так на него и не ответишь. То есть задание же остается таким же, как и с самого начала. То есть регламенты четкие, и по ним ты занимаешься как и на городских отборах, так и на всероссийских соревнованиях. Единственная разница – это в уровне команд, которые с тобой соревнуются. И просто сказать, что ты чего-то не знаешь, ну, весьма странно, потому что... И в другом задании? Ну, конечно, есть дополнительные задания, но для того, чтобы их выполнить, еще дается время на обсуждение с преподавателем. Конечно, у тебя должна быть какая-то база, чтобы, в принципе, понимать, как можно выполнить какое-то дополнительное задание. То есть приписать уже к программе, которую ты отладил и прошелся по всем пунктам со своим тренером, чтобы ее как-то изменить и модифицировать, получается, под условия, которые тебе ставят в суде. Это нужно иметь какие-то знания, но, в принципе, никогда не бывает такого, что задание невыполнимое. Они обычно бывают довольно... Ну, они всегда очень интересные. На всероссийских соревнованиях обычно ставят задачи, чтобы выполнить которые, нужно понимать логику программы. То есть понимать сам принцип написания. То есть если за вас написал программу ваш тренер, вы не сможете выполнить дополнительное задание. Но в Центре развития робототехники так и не делается. Дмитрий, вы довольны результатами, которые показали ваши ученики? Ну, конечно, я доволен. Я, конечно, с педагогической точки зрения хорошо занимать ученикам второе и третье место, потому что тогда можно смело говорить, ну, давайте подумаем, а что же у нас не получилось, что нужно улучшить в следующий раз. И вот эта вот рефлексия проходит лучше. Потому что сейчас, что им скажешь, они скажут, мы всех выиграли. Нет, ну это я шучу отчасти. Я вот что хотел сказать, что, ну, во-первых, Анфиса, конечно, слегка утрирует. Задачи сами по себе, они сложные. Это настоящая инженерная задача, которую, ну, вот даже, там, человеку, который разбирается в технике, программирует и умеет что-то делать руками, вот так просто сесть и за, там, два часа или даже за два дня, или даже за неделю не сделать. То есть я думаю, что до того, чтобы вот прийти к тому результату, который показал Анфиса, я думаю, они перебрали штук, ну, наверное, около десятка разных... Было 13 конструкций. 13 конструкций, которые мы все отмели и в итоге вернулись к третьей по счету. То есть это постоянно такое, это вот очень хорошая иллюстрация, конечно, в игровой форме, но это очень хорошая иллюстрация такой вот инженерной деятельности. То есть есть задача, есть ограниченный набор ресурсов, с помощью которой надо ее решить. И дальше творческий процесс, который действительно нужно тратить много времени. И для того, чтобы показывать действительно такие хорошие результаты, надо рассмотреть разные подходы, как можно решить там, либо что-то конструкционно поменять, либо программно поменять. Как правило, это все вместе делается. То есть работа над ошибками провели? Да, то есть это достаточно сложный процесс, который требует помимо знаний, там, конструирования и программирования. Он требует, конечно же, еще и большой целеустремленности и силы воли. Вот Анфиса, конечно, вот это большой молодец, и поэтому результаты, которые она показывает, они, в общем-то, закономерны. Вообще очень интересно, что робототехникой занимается девочка. И в связи с этим у меня такой вопрос, Анфиса, сталкивалась ли ты со стереотипами по отношению к себе о том, что девочка не должна заниматься роботами, должна играть в куклы? Приходилось ли тебе немножко доказывать, что ты можешь точно так же, как мальчишки? Ну, доказывать как бы в словесной перепалке точно никогда не приходилось. Делом может быть, да. Да, ну как бы, я единственное, что слышала такие замечания в свою сторону на всероссийских соревнованиях от некоторых команд, но это уже мелочь. Я на самом деле за это как-то и... Я не чувствую себя чем-то хуже других. И, возможно, это как-то я... Возможно, это еще и добавляет мне какой-то уверенности, что ли, или желание показать, что я действительно могу быть такой же, как и все, и ничем не хуже. Ты можешь быть лучше. Ну, возможно, это еще как бы прибавляет мне уверенности, мотивации какой-то. Ну, Анфиса опять скромничает, конечно же, она усыпляет бдительность противника. Ты думаешь, ну, что там, блондинка пока, что ты тут... И потом пока. Сейчас нам нужно прерваться на небольшую паузу. Мы сейчас прервемся на рекламу и после вернемся к нашей беседе. И мы продолжаем наш разговор. Дмитрий, хотелось бы у вас спросить, какое сейчас место Владивосток или, может быть, даже уже весь Приморский край занимает, скажем так, на карте робототехники в России, возможно, даже в мире, так как в последние несколько лет эта сфера у нас хорошо развилась благодаря центру в частности. Ну, помимо центра есть еще достаточное количество кружков. В принципе, сама тема актуальна, она развивается. Ну, я считаю, что сейчас, уже сейчас, хотя мы еще только в начале пути, по большому счету, но я думаю, что мы сейчас действительно по праву один из основных центров, по крайней мере, детской робототехники, да, школьной. На этих соревнованиях мы набрали шесть медалей. Лучший результат был только у Челябинской области, которая набрала семь медалей, но у них всего две золотые, поэтому, как считает Олимпиада, конечно же, мы там с запасом обыгрываем. И я думаю, что это будет сейчас такой тенденцией. Просто, понимаете, еще тут, как и в любом спорте, сложно гарантировать всегда первое место, потому что есть там случайность, накладки. Да, человеческий фактор. Конечно, да, волнение. Поэтому мы для себя ставим задачу стабильно выходить в финал, ну и по-хорошему нужно стабильно занимать какое-нибудь место, да, там, призовое. Это вот наш ориентир, к которому мы ориентируемся. Ну и победа, конечно, не сама цель, а стабильная. Конечно, это приятно, конечно, это приятно, но стабильность, она тоже важна. Помимо этого мы участвуем в Олимпиаде тоже всероссийской, еще вторая проходит у нас в стране, это называемый Робофёст, который в Москве проводится. Там мы тоже в этом году привезли две золотых медали, там мы не очень много участвуем в каких-то номинациях. То есть вот на воровках в Иннополисе было, по-моему, 15 категорий, ну в четырех из них выиграли, участвовали мы всего в... Ну, получается, что... Мы только в одной, которой участвовали, не выиграли, а в остальных выиграли. Ну это, по-моему, результаты, да, прекрасные. Я надеюсь, нам квоту на соревнования повысят, будут разрешать, будут возить больше команд, будем набирать больше. Да, опять же, надо понять, что та же Челябинская область, она показывает результаты, потому что в самой области, помимо Челябинска, есть там МИАС, есть еще города, где достаточно сильные традиционные команды, которые уже там годами занимаются. Да, много лет участвуют. Вообще, я хочу сказать, что я вот в прошлом году был на мировой Олимпиаде в Индии, и, на мой взгляд, и организационно, и по подготовленности команд, ну так скажем, как минимум не хуже. У нас в Иннополисе это проводится, организация даже лучшая, думаю, а с точки зрения уровня команд, ну есть, конечно, сильные команды в мире, но и в России тоже есть вот прям сопоставимые, то есть по уровню соревнований это примерно одинаково. И наши старшие дети и студенты ездят на соревнования по подводной робототехнике, где уже задачи максимально приближены к реалистичным заданиям из жизни, потому что, ну, чем старшие дети, тем они, в общем-то, менее, меньше элемент игровой, больше элемент уже такой... Да и живем мы возле моря, поэтому нам эта тема ближе. А Анфиса участвовала в соревнованиях по подводной робототехнике? Здесь еще маленькие, сейчас подрастет, может быть. Там ездят у нас старшие школьники уже, которые, и студенты, студенческая команда, которую мы совместно с Морским университетом и ДВФУ подготавливаем. Как правило, там, ну, более-менее результаты хорошие. В этом году там чуть-чуть, может быть, не повезло, в призеры не попали. Анфиса, а твоего возраста занимаются ребята в центре робототехники? Или есть постарше, есть помладше? Видишь ли ты взрослых, которые тоже приходят заниматься? Нет, ну, конечно, там огромное количество детей и людей, в принципе. То есть, есть прям совсем дошкольники, совсем маленькие дети, занимаются робокитс, виду, скретч. То есть, это достаточно простые, ну, для изучения программы и конструкторы, которые, ну, в принципе, любой маленький ребенок может и свой. А чем старше дети становятся, тем их становится, наверное, меньше, потому что уже остаются только те, кто действительно понимают то, чем они занимаются. И занимаются вот, ну, основная масса, конечно же, занимается Mindstorms. То есть, Lego Mindstorms, именно та... Это что это? Это конструктор, который, конечно же, который в себе содержит электронные механизмы, в том числе моторы, датчики, сам блок, который программируемый блок. Ну, то есть, электронный конструктор, чтобы нашим зрителям было понятно. Ну, допустим, так. Это маленький компьютер, у которого есть периферия, соответствующая. То есть, это все-таки больше похоже на компьютер. Он достаточно, ну, в принципе, серьезный с точки зрения производительности. Он может выполнять достаточно сложные программы. И к нему есть набор деталей типа моторов, различных датчиков. Достаточно серьезный. Ну, и, конечно, пластиковые элементы, из которых сам робот строится. Из которых можно быстро делать какой-то конструктив, в самые разнообразные. Ну, на самом деле, без какой-то подготовки, просто так взять конструктор, из него собрать робота, как из обычного лего построить домик, не получится. Потому что конструктор немножечко отличается от обычного лего. Ну, также у нас готовят команды по подводной робототехнике, ну, более младшего возраста, то есть не студенческая, как говорил Дмитрий Юрьевич, а вот моего возраста. Они также ездили на ВРО и заняли брендовые места. Я лично подводной робототехникой еще не занималась, но думаю, попробую. Но планируешь. В ближайшее время, да. Так, ну, насчет, вот вы спрашивали про взрослых людей. И здесь, ну, смотря на то, насколько взрослых людей вы имеете в виду. То есть просто так, в принципе, помимо тренеров, наверное, взрослых как таковых-то и нет. Тут взрослыми считаются студенты, которые занимаются подводной робототехникой. Но, скажем так, кто-нибудь из твоих родителей хотел бы прийти и разделить с тобой создание робота? Не знаю, хотели бы, но интерес они точно проявляют к моему хобби. Ходят и болеют. Я их заставляю. Не говорят, что тебе это не нужно, что это? Ну, родители ничего против не имеют. Наоборот, родители, мне кажется, поддерживают. У нас вообще это заниматься робототехникой в Владивостоке очень приятно, потому что мы чувствуем очень большую родительскую поддержку. Прям, как бы сказал, такой родительский комитет, который занимается, поддерживает нас. Контакт с родителями очень хороший. Мне вот прям приятно заниматься. Когда формируются делегации в поездку, допустим, в Казань, с нами довольно часто едут родители сопровождать своих детей, чтобы поддержать их в сложную минуту. Да, мне кажется, это действительно хорошая поддержка для детей, для ребят, для всех. Я знаю, что теперь вы будете готовиться к новым соревнованиям. Где они пройдут, что это будут за соревнования и кто на них поедет? Ну, если мы говорим конкретно про ВРО, то есть Всероссийскую или Мировую Олимпиаду роботов, то следующим этапом после Всероссийского этапа будут сборы, Всероссийские тренировочные сборы. Эти сборы проходят также в Казани, в Аннополисе. И там те команды, первые четыре места, ну, получается, призеры автоматически проходят на сборы, а те, кто заняли места пониже, им не повезло или еще по какой-нибудь причине, они могут прислать видео там, где их робот выполняет все задания с дополнительным заданием. Там очень много нюансов, нужно снимать с разных камер, чтобы никак не получилось. То есть это дополнительный отбор, как я понимаю? Да, вот тот самый промежуточный отбор только Всероссийского уровня. И туда уже приезжают дети, набираются по 8 команд в каждой категории. Это речь идет именно про основную категорию, которая может пройти на мировые. И дети, которые приехали туда, они находятся 10 дней как бы в каком лагере, не лагере. Получается, там будут лекции, на которых нас будут учить, какие-то новые вещи нам будут рассказывать. И у нас будет 3 дня соревновательных. Первый просто квалификации, и потом еще 2 дня, каждый день, когда мы будем давать по 2 допа. Допы – это дополнительные задания, которые усложняют основное задание, которые являются показателем, умеете ли вы программировать. Ну, как я ранее говорила, что для этого необходимо понимать саму суть своей программы. И именно дети, занявшие места на сборах, смогут попасть на мировые соревнования. То есть, мое первое место на России еще не означает, что я пройду на мир. Надо дальше трудиться. Надо дальше трудиться. Но может не повезти. А потом в ноябре месяце будут соревнования в Коста-Рике. В этом году финал проходит в Коста-Рике. Но мы надеемся, что наши ребята смогут туда попасть. И мы их с удовольствием пошли, мы будем за них болеть. Тогда остается пожелать удачи вашим ребятам, чтобы возвращались с победой назад из Коста-Рики, как произошло это сейчас. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо вам, что позвали. Это была программа «Время говорить». С вами была я, Ольга Продан. Увидимся на «Восьмом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова